Одно из самых ярких и значимых событий в жизни каждой семьи. Брак высоко чтится большинством народов мира, но именно восточные народы отмечают его с особым размахом и вниманием к традициям. Празднование начинается с того, что жених забирает невесту из ее родного дома. Это как раз таки обряд того, что она покидает свой очаг, свой дом, дом матери, отца, и она олицетворяет чистоту, нежность. И то, что она принесет в новую семью, это те знания, те навыки, которые ей дали в свое время, она вот с этим должна идти. И она должна почитать в будущем свою будущую семью. Повязывают ленточку, это говорят, есть такой фильм даже, там есть отрывок. В переводе это обозначает, что сколько бы я не женил бы сына, сколько бы сыновей не было у меня, я хочу, чтобы у каждого сына был один, единственная возлюбленная. Потому что это очень важно, когда человек раз и навсегда выбирает свою судьбу. Это очень важно. Есть обряд, когда вокруг лампочки девушку крутит, отец, и в тот момент три раза крутит ее и благословляет, дает благословение. Часто на голову бросает сладости, конфеты, танцует, провожает. Свадьба – значимое событие не только для невесты и жениха, но также для всех родных, близких и друзей. Поздравить новую семью и разделить их счастье приходят гости со всего мира. Азербайджанская свадьба – это шумное, радушное застолье, куда редко приглашает менее 300 самых близких гостей. Здесь все близкие родственники, близкие семейные друзья. Вот как бы и наша свадьба совпадает с нашим праздником Новрус. Поэтому мы не только свадьбу, но и Новрус отмечаем. Детям пожелать, чтобы там они любили друг друга, понимали, уважали, ценили и жили долго и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Музыка, песни, танцы никогда не заканчиваются. Часто на свадьбу приглашают не только лучших артистов из Новосибирска, но и знаменитых исполнителей из далекого солнечного Баку. Это связь поколения, это узы крепкие, это семейная традиция, меньше разводов, больше детей, больше воспитания. Свадьба Свадьба – это еще один повод встретиться всей дружной азербайджанской автономии. Здесь каждый разделяет счастье молодых. Это масштабное торжество, где в каждом моменте виден характер народа. Традиции – одна из самых ярких частей вечера. Сегодня вечером после девяти часов будет плов. Плов должны выводить традиционно в национальных костюмах с огнем. Это корона вечера, это блюдо вечера, это такой пик, скажем так, торжества. И в тот момент, когда огнем именно выносят плов, звучит специальная музыка вахзалы. И вахзалы звучит, когда невеста с женихом зайдет, вы эту музыку тоже услышите. И в тот момент, когда плов выносят, они раздают по разным столам этот плов, как, еще раз повторюсь, как самая прекрасная пиковая такая точка, скажем, доминанта. На свадьбе Рамиле и Ангелине счастье приумножилось в несколько раз. В этот день гости подготовили сладкий праздничный стол в честь Навруза – одного из главных праздников восточных народов. Прекрасно, что люди начинают праздновать и Навруз, и совмещать это со свадьбой. Навруз у нас этот праздник ассоциируется к приходу весны. Наши умелцы, умелые руки женские создавали прекрасный уголок, сладости готовили. То есть, ну, два дня потерять, день и ночь готовили. И сейчас каждый человек, гость, переходивший сюда для торжества, для чтобы поздравить, они со сладостями, каждый по-своему готовили. Дарья Мазурова, Анастасия Цепищук, Мирнации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова